Здравствуйте, товарищи! Я Вероника, и вы смотрите видео перерисовок фотографий подписчиков. В этот раз каждого участника я постараюсь превратить в образ одной из планет Солнечной системы, так что, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Это необходимо, я не шучу. Лайк и подписка прямо сейчас! Итак, первую участницу я решила изобразить как хуманизацию Сатурна. Шестая планета от Солнца и вторая по величине после Юпитера. Сатурн назван в честь римского бога земледелия, и символ Сатурна — серп. Ядро этой планеты состоит из железа, никеля и льда. Все эти факты я постаралась отобразить в цветах рисунка, ну и, конечно, не забываем о кольцах Сатурна. Мне кажется, я пожадничала с размером. Можно было делать побольше, и я не учла, что кольца состоят в основном из частичек льда, а у меня какие-то огненные. Но меня сбил бог плодородия. А это определенно направляет на использование теплых цветов. Не знаю, насколько это интересный факт, но скорость ветра на Сатурне может достигать 1800 км в час. Для сравнения, рекордная скорость ветра на Земле была зафиксирована 10 апреля 1996 года на австралийском острове во время циклона Оливия, и эта скорость — 408 км в час. То есть, земной ураган больше, чем в 4 раза спокойнее ветра на Сатурне. Короче, да, я люблю такие факты. Это невероятно и сложно себе вообразить. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая фотография... Кстати, лайк уже поставили? Ставьте, если еще нет. Следующая фотография в солнечных тонах. Девушка с рыжими волосами. Наверное, очевидно, что это планета Марс. Четвертая по удаленности от Солнца, названа в честь древнеримского бога войны. На поверхности Марса довольно много красного оксида железа, из-за чего Марс называют красной планетой. Спутники Марса — Фобос и Деймос. Страх и Ужас в переводе. Образ можно было бы сделать довольно жутким, готическим. Ну, потому что красный цвет, страх, ужас. Но фотография такая теплая, что я решила настроение портрета уводить просто в такое спокойствие и силу. Вот. Девушку я рисовала красным с оранжевыми тонами, а в фон добавила противоположный на цветовом круге фиолетовый. Продолжение следует... На следующей фотографии девушка с супер светлой кожей и контрастными темными волосами. При этом черты довольно мягкие, спокойные. И все это как спокойный и в то же время сильный океан ассоциируется с Нептуном. После того, как Плутон, мой любимый, перестали считать планетой, Нептун — самая дальняя восьмая планета Солнечной системы. Символ планеты — трезубец, как у древнеримского бога моря. Кстати, обнаружен Нептун меньше 200 лет назад, и он стал первой планетой, которую вычислили. То есть его не увидели, а вычислили. Его гравитация создавала некоторые изменения на орбите Урана, и Нептун был посещен лишь одним космическим аппаратом — Вояджером 2, который пролетел вблизи планеты 25 августа 1989 года. Их, аж захотелось пересмотреть какой-нибудь космический фильм. Отроки во вселенной, Интерстеллар, Пассажиры. Кстати, breaking news. Я не любитель саги Звездные войны. Напишите в комментариях, как вам космическая фантастика, фильмы, кино, книги, и любите ли вы Старворс? В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы. Скорость может быть больше 2000 км в час. Это вообще как? В общем, мы с вами поняли, на Земле вечный штиль. А еще летом 2011 года исполнился ровно один нептунианский год с момента открытия Нептуна. Блин, скажите, что мне не одно интересные такие факты. Ну это же очень здорово. Разрешите поделиться с вами моими любимыми строками на эту тему. 15 лет назад Плутон закрыли. Мол, не планета, то да сё. А на Плутоне, между прочим, с тех пор и года не прошло. Спасибо, спасибо. Аплодисменты излишни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И последний образ. Срочно ставьте лайк и подписывайтесь. Уран. Так получилось, что почти все планеты сегодня планеты-гиганты. Сатурн, Уран, Нептун, Юпитера только не хватает. Уран был первой планетой, открытой с помощью телескопа в 1781 году. Назван в честь греческого бога неба Урана. В недрах этой планеты много льда, поэтому его и Нептун, кстати, тоже относят в категорию ледяных гигантов. Ух, звучит классно. Здесь самая холодная планетарная атмосфера, минус 224 градуса по Цельсию, а нендры состоят из льдов и горных пород. У Урана есть система колец, которую я решила наметить прямо поверх глаз, как карнавальную маску. В общем, да, на фото девочка супер светленькая, и поэтому ледяная планета то, что нужно. Напишите в комментариях, с какой планетой вы бы могли проассоциировать себя. Это интересно. Или просто какая планета ваша любимая. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, что вы досматриваете видео до конца. Прям от души душевно в душу. Спасибо за поддержку. Для меня это очень важно. Как всегда, жду вас в комментариях. Пишите, какой рисунок больше всех понравился. И до встречи в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok